всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодняшнее видео я хочу вам рассказать и показать на что стоит обращать внимание при выборе горнолыжной одежды касаемо размера мы сделаем отдельное видео этому тему затрагивать в этом видео не будем сосредоточимся на материалах технологиях и разных фишках помимо того что одежда подчеркивает вашу индивидуальность и придает определенный стиль основная все-таки ее функция это защита лыжника от влияния окружающей среды это холод это ветер это снег и прочие атмосферные явления которые могут случиться на склоне при катании нам всем очень важно чтобы нам было удобно сухо тепло и не жарко собственно горнолыжная одежда именно для этих целей и создана основные показатели на которые стоит обращать внимание влагостойкость чем выше показатель влагостойкости тем большее количество осадков куртка может выдержать и тем дольше вы будете оставаться в ней сухим паропроницаемость чем выше показатель паропроницаемости ткани тем эффективнее одежда будет отводить влагу от вашего тела наличие или отсутствие утеплителя и его количество и собственно говоря крой вся горнолыжная одежда сделана из мембранной ткани основные показатели мембранной ткани это ее водостойкость и паропроницаемость это обозначение пишется всегда на ярлычке к одежде ну практически всегда и сейчас разберем подробно что же эти цифры обозначают первый технический показатель ткани горнолыжной одежды это ее влагостойкость выражается она высоте водяного столба в миллиметрах который приходится на квадратный сантиметр ткани которая способна его выдержать в течение 24 часов второй технический показатель ткани горнолыжной одежды это ее паропроницаемость выражается она в количестве грамм водяного пара которая может пропустить квадратный метр ткани в течение 24 часов. Данные технические параметры большинство производителей указывает на ярлычке к одежде. В данном случае это 25 на 27. Первая цифра это влагостойкость, вторая цифра это паропроницаемость. Для простоты восприятия многие производители на ярлычках к одежде сокращают эти тысячи и пишут просто либо 10, либо 20. Ну, это, собственно, обозначает 10 тысяч, либо 20 тысяч. В данном случае вот здесь на этой куртке 20 на 20 написано. Третий основной показатель горнолыжной одежды это количество утеплителя, которое приходится на квадратный метр ткани. Неутепленная, понятно, это полное отсутствие утеплителя. Неутепленная горнолыжная одежда нужна в том случае, если вы очень интенсивно катаетесь, либо на улице прям очень тепло. Среднеутепленная это от 60 до 80 грамм для курток и от 40 до 60 для штанов. Среднеутепленная одежда отлично подойдет для катания в режиме средней интенсивности и для нормальной не очень холодной погоды. И хорошо утепленная это от 80 до 100 для курток и от 60 до 80 для штанов. И, наконец, сильноутепленная горнолыжная одежда подойдет в том случае, если вы катаетесь не очень интенсивно или на улице достаточно холодно. Соответственно, выбирая одежду, нужно учитывать то, насколько вы будете интенсивно двигаться и в каком регионе вы планируете кататься, какие там будут температуры. Стоит заметить, что в большинстве горнолыжной одежды в качестве утеплителя используются синтетические материалы. Потому что, в отличие от пуха, синтетика при намокании не теряет своих свойств и она даже мокрая будет обеспечивать теплоизоляцию. Также при выборе горнолыжной одежды стоит уделять внимание деталям. Усиление на плече, чтобы было удобно носить лыжи. Специальная снеговая юбка, чтобы предотвратить попадание снега в брюки. Манжета с отверстием для большого пальца. Карман для скипаса. Для большого телефона. Внутренний карман для большого кошелька. Внутренний карман для маски. Вентиляционный клапан. Многие спрашивают, зачем же на горнолыжных куртках такой большой капюшон. Вот, собственно, зачем. Что касается брюк. На них также есть вентиляция. Как на внешней стороне, так бывает и на внутренней. На многих моделях брюк присутствует усиление на внутренней части штанины, для того, чтобы вы не порезали штаны кантом при катании. Манжета, которая одевается на ботинок. На некоторых есть молния на нижней части штанины, чтобы легче было одеть сверху ботинка. Ну и существуют модели с лямками для удобства ношения. Вот, пожалуй, основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе горнолыжной одежды. В этом видео мы не затрагивали тему размера, как я уже говорил, потому что это отдельная тема. Ну и если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к нам в магазин. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. С вами был магазин Горная вершина и я, Андрей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok